Дождь закончился, теперь мы с Томочкой отправляемся исследовать следующее место Едем на поиски затерянного храма Скоро вам все покажем, расскажем А сейчас едем по такой живописной дороге Говорят, в этих лесах водятся слоны Недаром здесь проходят сафари слоновые Закончилась асфальтированная дорога До этого ехали по грунтовке А сейчас просто едем по земле с камнями Но все равно дорога есть А значит мы не так далеки от своей цели О, смотри, смотри, прыгают мартышки Красивые, такие серебристые опять Кирилл говорит, что все, приехали Дорога была, сейчас дороги дальше нет Сейчас я вам все покажу Не доехали 600 метров до конца Поэтому сейчас попробуем дойти до нее пешком Когда-то здесь была дорога Но, видимо, она обрушилась Здесь можно это видеть Продолжаем идти по лесу Вокруг поют птички Природа, конечно, чумовая Дорожка нормальная А вообще мы с вами находимся В 8 километрах от Сигирии И в 15 километрах от Дамбула Оставим, как всегда, на это место точку в описании Надеюсь, мы скоро дойдем До заветного храма Будет такой красивый храмовый комплекс Метров через 200 Помимо того, что у нас появились попутчики Вот эти два дружочка Также у нас немножко поменялось Поменялись виды, которые нас окружают С одной стороны уже бежит какая-то речушка А с другой стороны находятся какие-то скалы То есть мы сейчас, в принципе, находимся у подножья Огромной большой скалы Да, высоко над нами Томочка вот говорит Мартышки прыгают Прошли какую-то постройку За нами прямо осталось Весьма странное сооружение Вроде там никого не было Но висят какие-то информационные плакаты И вообще на протяжении всего пути Мы никого не встретили Идем вдвоем С одной стороны нам это нравится Что место какое-то более-менее дикое Нетуристическое Но с другой стороны пока непонятно Дойдем мы до конца или не дойдем Фу, и дружочки наши с нами Они все время шли с нами Всю дорогу вели нас в нужном направлении И похоже мы с вами пришли Пришли мы с вами в такой археологический комплекс Сейчас подойдем поближе Должны увидеть различные руины Оставленные в этих местах Раскопки в этом месте датированы 9 веком А говорят, что люди здесь жили Еще со 2 века до нашей эры И то, что вы сейчас видите на своем экране Это не что иное, как ступа Вернее то, что от нее осталось Оп Не получилось С разбегу Сейчас мы с вами поднимемся Поднимемся наверх Прежде чем подняться К ступе мы видим здесь такие камни По обе стороны от входа На которых высечен силуэт Человеческий Интересно, сколько сотен лет Данному силуэту От нее остались одни руины А раньше здесь располагался буддийский храм Конечно, место такое Очень атмосферное Потому что людей нет вообще И такие руины посреди джунглей Посреди леса Они, конечно, приводят меня в восторг Очень красиво Эй, 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 эй Соберус Территория Nhюшка И гостин Соберус Замский Дано Американский ЛамISS Территория этого археологического комплекса очень большая только что мы были возле ступы разрушенный теперь идем по дорожкам видим впереди руины огромные колонны из камня смотрите какие красивые изображения высеченные в камне огромное дерево которое соседствует с каменными развалинами вот это настоящий джунгли вот это настоящее приключение когда ты ходишь и дотрагиваешься до этой старины департамент археологии оставайтесь такую табличку который рассказывается что объекты относятся во время правления короля сена третьего сенгальского короля поднимаемся немного наверх по камням видим огромную скалу ох вы только посмотрите вот это огромнейшая скала и она укутана корнями деревьев выглядит конечно все очень фундаментально есть небольшая табличка информационная говорит о том что здесь правил король сена сена второй это уже девятый век видимо целая династия нет слов просто потрясающе не только вот эта вот старинная скала которая обвивает лиан но еще посмотрите вот на этот вид на эти деревья как они все обвиваются очень здорово меня переполняют эмоции смотрите какие лианы здесь словно дерево поросшие корой огромные толстые и очень высокие название этого комплекса переводится как пруд с черной водой потому что помимо руин ступы развалин здесь еще находилось два пруда один из них вырос по и порос сорняками а второго пытаемся найти но пока не видим сам пруд мы не видим но видим речушку которая здесь бежит возможно она и образует этот пруд вот такой небольшой горное приключение мы себе еще нашли ну вроде выбрались я думаю самое время подвести итог этому месту нам очень понравилось здесь дикая природа никаких туристов вообще нет никаких людей только две собаки провожатые это место мы вам рекомендуем обязательства приезжайте посмотрите на эту древность очень здорово и совершенно бесплатно плюс ко всему еще дикая природа джунгли да как говорится джунгли зовут припарковались прям возле золотого храма дамбала здесь местные торговцы продают сладости золотой храм дамбала располагается на территории 20 гектаров является одним из самых известных буддийских храмов в азии это огромный храмовый комплекс большой территории храмовый комплекс дамбала включает в себя пять основных пещер 70 маленьких пещер и вот этот золотой храм у которого мы сейчас находимся внутри статуи золотого будды находится буддийский музей стоимость входа 250 рупий сегодня узнал очень интересный факт почему монахи носят именно оранжевую одежду оказывается раньше богатых сжигали средний класс хранили в гробах очень бедных людей хранили в белых простынях прямо в джунглях и монахи срывали с них эти одежды и варили с кукурмой чтобы обезопасить эту одежду от всяких там болезней вирусов так далее и с помощью такой кукурмы не только они обеззараживали но и эта одежда окрашивалась в оранжевый цвет с тех пор монахи носят оранжевую одежду но правда теперь они конечно ни с кого не срывают государство выделяет им деньги для этого сейчас мы поднимаемся в гору там где располагаются пещеры золотого храма по дороге храма можете отведать фруктов уже порезанных вот манга 100 рупий у нас 50 рупий вот такие торговцы здесь здесь есть такая большая дорога куда можно также подъехать можно подъехать сюда на байке на автобусе мы конечно этого не знали поэтому поднимались на эту гору пешком оставив байк не так далеко но рекомендуем конечно подъезжать наверх горы кто части где продаются билеты я сохранил эту точку поэтому мы оставим ее обязательно в описании к ролику комплекс пещерных храмов находится под защитой юнеско а это значит что стоимость билеты очень и очень недешевая 1500 рупий за вход не пошли покупать билеты не хотим просто терять время тем более что мы внутрь внутрь пещеры не собирались несмотря на то что у нас нет билетов мы все равно решили подняться наверх пещерам они находятся на холме высотой примерно 350 метров поднялись вами практически на самый верх здесь открывается вид на город дамбула а также открывается вид на горы сегири и на соседнюю гору пещеры которые мы сейчас подошли датируются первым веком до нашей эры кстати каждый век они отстраивались все больше и больше то есть там дополнялись различные храмы за 25 рупий можете оставить свою обувь под охраной и и потом уже пройти внутрь храмовый комплекс там где проверяют билеты и мы с вами туда естественно не пойдем храмовый комплекс дамбу в первую очередь знаменит не тем что он находится в пещере а тем что здесь собрана огромнейшая коллекция будет самая большая коллекция на шиланке сегодня мы были просто потрясающих местах на шиланке если вам понравилось данное видео не забывайте ставить пальцы вверх писать комментарии задавать вопросы и подписываться на наш канал пока всем пока